В этом выпуске крыша над головой, поторопился, иди сюда, на удачу! Вооружение — живучесть. Этот вопрос не даёт покоя большинству игроков в красаут, но некоторые из них, например, Лёха Волнолом, предпочитает вообще не выбирать. Он строит тачку так, чтобы она могла и врагу лицо помять, и своё не потерять. Такого эффекта он смог достичь, расположив вооружение, то есть ракетные системы, снизу корпуса машины, а вверх укрепил крыши, которые хорошо впитывают урон, не давая снарядам врага дотянуться до жизненно важных деталей. Эта конструкция помогла ему победить даже любителя взрывных копий, нанёсшего первый удар. Проверено на деле! Поздравляем с победой и вручаем тысячу монет! Молодец! Машины с мандрагорами — очень опасные противники, но только на дистанции, ведь в ближнем бою их шансы падают почти до нуля, если водила не предусмотрел особый способ направлять стволы вниз. «Зенон» не предусмотрел, поэтому, когда его тачка перевернулась, первой мыслью было «приехали». Но враг совершил глупость и подъехал поближе, за что получил залп из пушки в упор. А ведь казалось, что выхода нет. На счёт «Зенона» отправляется косарь голды. Ждём новых видосов. Следующий победитель предпочитает вытягивать тачки из вражеского строя на потеху союзников. Для этого он оснастил свой «Тарантас» гарпуном, кучей ускорителей с здоровенным щитом, оберегающим ускорители от огня. Конечно, сам он не ломает вражеские машины, но зато сильно облегчает эту задачу товарищам. Концепт, полностью настроенный на помощь команде. Это мы одобряем. И награждаем золотыми монетами на Нуки Эгг. Жди свою тысячу. Последний участник удивил своей потрясающей… удачей. Да, это тоже важное качество для хорошего бойца. Особо важное для артиллериста. Именно к этой группе относится Райан Гамильгард. Последний оставшийся враг катается где-то по карте в стелсе, и на его поиски кинулись все оставшиеся игроки синий команды. Но не наш герой. Этот парень просто прикидывает, куда мог двинуть любитель камуфляжей, поворачивает орудие и дает залп, который попадает прямиком в цель и приносит Райану последний, пятый фраг. И, конечно, косарь голды. Повезло по-крупному. А теперь пора выбрать лучший комментарий к прошлому выпуску. Василий Иванович сказал… Это новая башенная пушка? Нет, это новый безбашенный гений! Друзья, обращаем ваше внимание, что процесс зачисления золотых монет может занять до пяти рабочих дней. Каждую неделю мы отбираем четыре ролика победителя, которые поразят нас тем или иным способом. Будь то смектоколика в животе или упавшая челюсть от крутости происходящего. Хочешь попасть в наше шоу и выиграть бесплатного золотишка? Все зависит только от тебя. Теперь давайте обозначим правила участия. Шаг первый. Запиши и смонтируй видео длиной до трех минут, которое, как тебе кажется, достойно попадания к нам в программу. Внимание! Видео должно быть опубликовано впервые. Закрытое видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг второй. Подпишись на наш канал, а также поставь лайк этому видео. Шаг третий. Залей свое видео на YouTube и пришли нам ссылку на crossoutshowsobakagodin.ru, обязательно указав в письме название своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить твой приз в случае выигрыша. Каждую неделю мы награждаем четырех победителей суммой в тысячу золотых. А еще мы отсыпаем по 300 золотых за лучший комментарий недели. Так что снимай, присылай, смотри и комментируй. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!